Затягивать дымом пятиэтажку стало ближе к полудню. Клубясь он поднимался из подвала к верхним этажам. В квартирах практически сразу стало нечем дышать. Подъехали пожарные. Одни выгоняли из помещения дым, другие тушили пламя, третьи спасали людей. Обследовав все этажи, по лестничным маршам огнебурцы вывели из задымленного помещения 15 жильцов, в том числе 4 детей. Благодаря четким и оперативным действиям пожарных распространения огня на жилые квартиры допущено не было. В результате пожара огнем повреждены электрические кабель, кабельный канал, утеплитель труб в подвале. Очаг возгорания, скорее всего, находился под квартирой, в которой живет Оксана. Когда произошло ЧП, девушка была на работе. Вернувшись домой, обнаружила вскрытый пол, сломанное окно в спальне, а едкий запах гари до сих пор не выветрился. Предварительная версия пожара – ошибка монтажа электропроводки. У Оксаны же другая точка зрения. Говорят, что очаг был именно вот под этой квартирой. Нашли там и плитка, и матрасы, то есть фекалии человеческие вокруг, по всему подвалу. Несколько раз обращались к мастерам, говорили, что живут там. Говорят, идите к участковому участковому. И сказал, я не буду ловить, сидеть там около люка. Оксана добавляет, пожар в подвале не первый. Предыдущий случай был полтора года назад. О том, что это помещение облюбовали люди без определенного места жительства, косвенно говорит и вот этот кадр. Правда, нам они не встретились, что вполне логично. С утра здесь работают связисты. Около десятка человек меняли сгоревший кабель. Первый. Дальше. По словам специалистов, телефонная связь у жителей дома должна появиться уже сегодня. Что касается других коммуникаций, то по данным районной администрации, электричеством дом сейчас снабжает резервная линия. Основную надо менять. Отопление есть, но надо восстанавливать его циркуляцию. Алексей Янкин, Алексей Фризин, информационный канал Город.